Дорогие мои братья-славяне, белорусы и русские, народ православный, в нашей славянской семье появилась ещё одна неизвестная ранее крупная личность – Василий Корень. Художник, гравёр, народный мастер. В 1692-1696 годах он награвировал первую русскую лицевую блоковую книгу – Библию в картинках для неграмотных. Этот тип книги был известен в Европе с 15 века и получил название «Библии бедных» – «Библия пауперум». Но Библия Корень ничем не напоминает эти книги ни по содержанию книга «Бытия и апокалипсис», ни по художественному языку. А её автор в славянской культуре достоин встать рядом с Франциском Скориной и Симеоном Помоцким и даже превосходит их по самобытности. Библия Корень была опубликована Дмитрием Александровичем Равинским в его исследовании «Каталоги. Русские народные картинки. Санкт-Петербург. 1881» и воспроизведена в чёрно-белом контурном варианте в одном из альбомов приложении к этому труду. С той поры любой человек, пишущий о русской гравюрии, неизменно поминал Библию Корень, но не ставил перед собой задачи понять, что же такое Библия Корень, как явление русской общественной мысли и как явление в искусстве, где, почему и зачем она возникла, кто и откуда её авторы. Мне захотелось разгадать тайну книги Корень и самого художника, о котором мы ничего не знали, кроме его подписи, вырезанной на гравюрах Библии. Так родилась моя книга. Плановая работа в отделе графики ГМИИ имени Пушкина, она была рассчитана на пять лет, надо побольше. Начата в 1974 году, окончена в 1978, сдано воззначество искусства в 1979 и вышла в свет в мае 1983 года под названием «Народная гравированная книга Василия Коренья 1692-1696». Редактор Татьяна Ильинична-Володина, художник Александр Борисович Коноплю. Вышла она тиражом 25 тысяч экземпляров. Как же создавалась эта книга? Задумана она была широко. Я искала возможные текстовые и изобразительные источники и аналоги Библии Коренья в пределах европейской, славянской и русской культуры 15-17 веков. Рукописи, гравюра, книга, икона, фреска. Я собирала каталоги, коллекции, высылок, а также фотографии украинских, белорусских, польских, литовских, сербских народных картинках для определения круга, их содержания, тем и особенностей их графики и стили. Меня интересовало также прообразы иконографии и стили Библии Коренья, а также тлела надежда найти ещё экземпляры его книги. Сначала я обследовала крупнейшие собрания Москвы и Ленинграда, хранилища. Прежде всего, собрание европейских книг Андрея Александровича Губера и Бориса Робертовича Випера в библиотеке ГМИИ, а затем графика, графические и книжные собрания исторического музея, рукописи, гравюра и Ленинской библиотеки в Москве, а также публичной ныне РНБ библиотеки в Ленинграде. Консультировались с такими калифеями знаний о рукописном деле, как Марфа Вячеславовна Щепкина, гимн и Николай Николаевич Ройс, ГПБ, а также знатоком резьбы и росписи по дереву Серафимовой Кузьминичной Жигановой, также в гимн. Наряду с лингвистом Верой Семёновной-Гомышенко из Института русского языка Российской академии наук. Во время летних отпусков побывала в командировках в Мицках народные иконописи Суздаль, Псёра, Хомой, Палех в Варшаве, Кракове и Львове. Во время летних отпусков вместе с мужем и детьми объездил весь наш русский север по Бомжи, Вологодской крае, Каргополье. И русский север наш от Карелии, воду озера, Соловков, побережье Белого моря до северных рек и городов Онега, Сухона, Северная Двина, Великий Остюк, Сольвачегодск, Мизень, Печора, вплоть до Урала. И нигде ничего похожего не нашла, кроме росписи церквей Переславля-Залецкого, Костромы и Ярославля в сюжетах апокалипсиса. Археология, работала я над Библией корня, как работают археологи, пристально вглядываясь в картинки, стремясь понять их язык, прежде всего в образ Творца мира, его связь с первозданным миром и первыми людьми, и в язык нимбов, их отсутствие, появление или исчезновение на Адаме и Еве, Каине и Авеле. Ни на какие письменные документы исследователю русской народной гравюры рассчитывать нельзя, а их находка является чудом. И такое чудо произошло. Однажды, когда я работала в отделе РУ в Вселенской библиотеке, ко мне подошла Ольга Александровна Князевская, ученица Марфы Вячеславовны Щепкиной, и сказала, что хочет меня свести с молодым сотрудником Института славяно-бедней банканистики Анатолия Аркадьевича Туримова, что он интересуется историей и искусством XVII века, моей работой, и хотел бы со мной поговорить. Это был самый конец 1980 года, когда моя книга была уже к типографии. В ходе разговора Толя Туримов мне сказал, что только что увидел свет изданный посмертно сборник статей видного историка Сергея Константиновича Богоявленского «Научное наследие о Москве XVII века. Москва. Наука. 1980». Это был плод его 30-летней работы. И что в алфавитном указателе к сборнику упомянуто имя Василия Коренева. Мещанина, печатника. Отсюда всё и пошло. Хотя Корень, как таковой, историка Мещанской слободы Богоявленского не интересовал, а он и его сын Алексей затеряны в труде Богоявленского среди других ремесленников Московской Мещанской слободы. Опираясь на статью Богоявленского Московской Мещанской слободы в XVII веке, где он поднял печатные материалы и архивы о слободе, я прошла по следам учёного, проделала собственные изыскания и ввела в Гругвы обедение первые биографические данные о Василии Корене и его сыне Алексее, тоже речики и раскрасчики народных гравюр на дереве. Это было открытие. Василий Корень из мифической личности превратился в живого человека, получил национальность Беларусь, место рождения, город Дубровно, отчество Алексеевич и дальнейшую судьбу в России второй половины XVII столетия. Дубровинцам ныне этого показалось мало. На самом деле это очень много. Но самое интересное в том, что кто такой Корень и откуда было опубликовано полтора столетия назад, пять лет спустя после выхода в свет труда Равинского, по народной картинке, которой поминался выжид, но неизвестно ни ему, ни Стасову. Конечно, никому из них не могло прийти в голову заглянуть в издание материал этой истории московского купечества «Москва» 1886, том 1, приложение 2, где опубликованы переписные книги московской мещанской слободы 1676 и 1684 годов, содержащие сведения о Василии Корине, его семье и работе. Подробно об этом сказано в моей книге и в обводной статье к открыткам, сопровождающим выставку реконструированных досок Библии Корине в Дубровно, Витебске и в других музеях. И отисков с этих досков и в Дубровно, и в Витебске, и в музеях других областей Белоруссии, через которые выставка проедет. О творческой досадно только, что только 325-летие Библии Корине привлекло к нему внимание Белоруссии, ибо мой двухтомник фоксимилий Библии Корине и исследование этой книги с биографическими данными о Корине были подавлены Союзу художников Белоруссии еще в 1980-е годы, очевидно, председателем Союза, моим мужем, прекрасным московским скульптором и в то время председателем художественного фонда России, Шеновым Вадимом Борисовичем, ныне покойным. Очень рада, что теперь моя книга со дня выхода, которой 36 лет, а со дня начала и окончания и того больше привлекла внимание и, конечно, я очень рада, что сейчас уже стали заниматься Василием Коринем молодые исследователи в Белоруссии. Я с нетерпением жду этих дополнительных сведений о Корине и его книге, если они в Белоруссии найдутся. О творческой группе «Беларусь. Фильм» до того, как будет составленный сценарий, надо непримерно прочесть монографическую статью Богоявленского о московско-мещанской и слободе 17 века. Главное – ее размещение где ныне мещанские улицы, занятие жителей, связь с царским двором, ремесла, торговля, быт и нравы и статьи дворовые деревянные постройки 17 века, топографии торговых рядов на Красной площади, двор княжа Голицына в охотном ряду в Москве. Все это так пригодится для декораций, есть рисунки автора, остальное надо искать у себя в Белоруссии. Комолит. Берите из написанного мной страничек все, что вам может пригодиться, только постарайтесь не путать досоверные факты и гипотезы, вникая и вводную статью к открыткам. Вот. Дай Бог вам здоровья и успеха в работе с самыми добрыми чувствами и благодарностью народной Белоруссии Антонина Георгиевна Соколовича. Антонина Георгиевна